хочу рассказать о самых недорогих механических часах даже мануфактурных которые я когда-либо видел и покупал это часы восток серии командирских то я купил начале лета этого года 21 и цена их составила в довольно известном магазине часовом где разные часы есть основном недорогего из среднего сегмента и интернете он представлен и в розничных магазинах часы восток серии командирских но я не захотел покупать часы с надписью командирские всякими танками самолетами под лодками хотелось такие классические часы с простым циферблатом и стоят они я их покупал за 1530 рублей такой в обычной картонной упаковке с инструкции с паспортом ремень у них я думаю это прессованная кожа китайская производства чистопольского завода восток ремень китайский под крокодила он раньше был более блестящим сейчас же на свету он кажется бесчасть на самом деле он несколько потускнел но это лучше так он был слишком мне кажется мешок корпус из латуни без вращающийся тут он не броски без всяких меток тоже мне нравится посмотрим бака такая средненькая не очень плохая не очень хорошие не очень тонкая не очень толстая один хлястик все как обычно корпус латунный безел латунный покрытый хромом крышка стандартная на всех командирских который идет завинчивающийся с ободком все это сделано в китае и ремешок и корпус скорее всего кстати по покрытию мне кажется что питается они делают лучше чем в советском союзе было дольше держится попробуем безе ну довольно нормальный для для этого типа для этой цены две стороны вертится не болтается не слишком туго и не слишком свободно сферблат вот такой неброский люм нанесен кроме цифры 3 и 6 дата но принципе она мне не нужна мелковато конечно присматривается секундная стрелка красная люми на стрелке нанесен на минутную на часовую на секундные нету конечно люма где-то часа на полтора хватает потом тускнеет гаснет до следующей подсветки шкала 12 часовая и дублируется шкалой после 12 13 24 14 15 16 так далее циферблат он такой как бумажный или пластиковый не лаковый лак мне тоже нравится мне были часы с лаком но они лак облазить на недорогих командирских я вообще хотел в желтом корпусе взять и с таким желтоватым циферблатом тоже этого типа сейчас эти часы стоят тысячу 2500 в этом же магазине с там с копейками 540 что ли 570 эти дети конкретные часы тоже на тот момент стоили около 2000 чем-то тоже 170 2170 но я взял по оценке там было фотографии здесь вот на фотографии царапины были на стекле так так стекло здесь пластиковая я думаю возьму и по цене 1530 здесь была наклейка такая из пластыря написано уценка мой пластиковая ничего страшного можно отполировать указалось что у меня никаких царапин нету или они отполировали или их скорее всего не было просто им не приятно наверное было выставлять как неликвид и решили что недостаток там еще были часы но у них якобы были царапины на корпусе где-то сбоку но я тоже думаю что там никаких царапин не было часы того типа они командирские были с подводной лодки у меня уже есть и давно покупал примерно такие живут с подводной лодкой командирские мне хотелось такие более классические из очень дальнего расстояния напоминающие бланпа как у нашего президента состояние примерно километра полтора напоминающие бланпа с черным циферблатом на черном кожаном ремне вот такие вот ну механизм мануфактурный востоковский ой 2414 а по моему кремень конечно ужасные они больше не такие не не под крокодила обычная прессовка идет у этого структура такая же но с двойной склеенный двойной там какая-то подложка то ли это такая дешевая кожа натуральная низкого качества при прессовка скорее всего это вот так вот такая самая дешевая мануфактура когда забыл сказать по точность хода точность хода соответствует механизму качество хочется надеяться что такое осталось никакой просела но после советского союза где-то начали было мин секунд 40 не может немного поменьше день или вперед уходили поскольку наши советские часы они самые быстрые часы в мире сейчас где-то не уменьшилось расходились часы уже в полгода в эксплуатации где-то секунд 25 может чуть побольше чуть поменьше в сутки вперед тоже идут ну как говорят знающие люди три минуты для механических часов это не показатель плюс минус ну приходится их периодически подводить вас несколько дней чтобы не бросалась гроза их забеги вперед так они меня устраивают и пассаж таких часов стоит у нас не меньше 2300 рублей скорее всего 2500 сколько тут календарь есть а новые стоит тоже 2500 эти конкретно я взял 1530 при пассаже который тогда был тоже 2 200 2 300 самые меньшие так что и пассаж и никакого смысла по деньгам не имеет легче купить новые только что изготовлены чем отдавать такая странная экономическая ситуация сложилась вроде все до свидания